Итак, наступило лето, тепло, и это значит начинается разгар сезона гараж сейл или ярд сейл, ну или просто как мы русские называем это здесь гаражик. Что это значит? А только одно, это самое золотое время для людей с ограниченным бюджетом или просто людей, которые любят сэкономить с одной стороны, а для людей, которые насобирали кучу хлама, как нового, так и не очень, а иногда просто, казалось бы, никому не нужный старый мусор, возможность избавиться от него, да и к тому же получить за него денюжки. Правда, есть еще категория людей, которые реально пасутся на гаражке, я их называю искатели сокровищ. Обычно устраивают это все действие на выходных, дабы никто не пропустил. Сегодня в интернете можно увидеть огромное количество статей о том, как организовать, успешно провести гараж сейл любого уровня. Вы скажете, да ладно, что там организовывать? Вы не поверите. Но это целая культура или даже искусство, начиная ценой, ценником, заканчивая дизайном вашей гаражки. То есть можно как разложить, как положить по тематикам, по виду товаров и так далее. Реже, но также можно увидеть комьюнити гараж сейл. Это значит, что целая улица или даже район организовывают такую распродажу. Это на самом деле прикольно. Это уже практически ярмарка, там покушать можно, например, кукурузы вареные, какие-нибудь хот-доги, пиццы. Выпить лимонада какого-нибудь или съесть кем-нибудь пончиков вкусненьких. Ну и на самом деле можно даже приобрести мотоцикл или авто. По приезду в Канаду постоянно слышала, то здесь, то там, да на гаражке за доллар или там за два купил. А вот если разобраться, действительно, и кухонная утварь, и просто красивые наборы посуды, картины, мебель, детская одежда, игрушки, да список бесконечный, удивительный, чего только там не найдешь. Это часть национальной культуры. Это, конечно, не всем подойдет, есть те люди, которые ни при каких обстоятельствах не купят юзаную вещь, а вот для любителей винтажки и истинный рай. А сформировалась такая культура в ходе развития финансовых возможностей. Люди больше зарабатывают, больше потребляют, ну и, естественно, больше захламляются, как результат. Но куда-то надо вот это все девать дело, да? И вот когда наступает предел, тут и приходит на помощь гаражцы. Так что, как только наступило тепло, смотрите на деревья, столбы, кусты, указатели у дорог и записывайте день и адрес гаражки. А вам желаю удачи и хорошего настроения. Пока!